Канобу.ру представляет Даркспор. Первые новости об этом проекте вызвали шок у фанатов Максис. Как же так? Лучший разработчик симуляторов жизни и градостроения ушел на онлайновые хлеба? Но после того, как Уилл Райт покинул компанию, этого стоило ожидать. Оставался вопрос, насколько бережно отнесутся в компании к наследию своего основателя? И вот первая игра Безрайта появилась на свет. Разработчики не просто так вставили в название слово «спор». Сюжет повествует о трагедии расы крогениторов в отдельно взятом секторе того самого космоса, в глубинах которого развивалась наша цивилизация уродцев, или красавцев, в оригинальной игре. Представители высокотехнологичной расы пытались играть в бога и, как водится, доигрались. Генетические эксперименты на ДНК дали осечку, и на свет появились так называемые «темные споры», которые и являются в игре олицетворением зла. Игра начинается с того, что наш компьютерный помощник пересказывает нам факультативный сюжет и сообщает, что из доступного на нашем корабле биоматериала уже собран отряд мутантов, который поступает под наше командование. Личный кабинет стилизован под небольшой космический челнок, на верхней палубе располагается система навигации и входа в бой, на средний — список нашего отряда и новые доступные виды солдат. Видов, кстати, пять, они отсортированы по умениям, да ещё три класса вдобавок по роли в группе. Казалось бы, всего 15 сочетаний, но на практике комбинаций получается намного больше. В местном редакторе, с которым многие знакомы по оригинальной игре, теперь можно вносить всякие косметические изменения типа формы рогов и шипов. А различные примочки, которые мы навешиваем на наших зверушек, обладают свойствами оружия и брони. Проще говоря, это особо извращённый вид всем знакомой куклы-персонажа из любой ролевой игры. На этом сходство с прародителем заканчивается. И начинается самое интересное. У нас есть отряд из трёх суперголоворезов, и нам надо уничтожить сотни, тысячи и миллионы тёмных мутантов по всей галактике. Можно это делать и в одиночку, но с другими игроками как-то повеселее. Динамика происходящего радует. Всё ровно так, как и должно быть. На низком уровне сложности зеваешь, на высоком потеешь. И да, трофеи. Белые, зелёные, синие, оранжевые. Случайно генерируемые, разнообразные. В общем, да. Маленькая внутренняя жадинка будет довольна. В игре есть и дуэли, и групповые соревнования. Но пока идёт тестирование, объективно оценить всё это сложно. Единственное, что можно с уверенностью сказать — сервера работают отлично. Группы ищутся буквально мгновенно, а вылетов и разрывов не наблюдается. Dark Spore — сильный и, главное, самобытный проект. И особенно радует, что он уже на стадии тестирования почти полностью переведён на русский язык. Следующая игра, о которой я сегодня расскажу, даже не пытается прикрываться рулевыми элементами. Bloodline Champions сразу же показывает игроку, что здесь важна координация и уровень владения персонажем, а не шмотки. Строго говоря, тут и шмоток как таковых нет. Зато есть безумные бои на аренах, соревнования, таблицы лидеров и прочие атрибуты, присущие ММО-играм, ориентированным на противостояние между игроками. Тем не менее, первое яркое впечатление от игры оставляет не игровой процесс, а визуальный стиль. Все доступные персонажи имеют вполне себе гротескный вид и могут поспорить за звание самого-самого фрика компьютерных игр даже с героями безумной латиноамериканской Xena Clash. В общем, художники явно постарались на славу. В облике бойцов можно уловить элементы множества культур. От Вуду до африканского язычества. Ну а что же мясо? Не волнуйтесь, здесь все есть. Красивые спецэффекты, хорошо спроектированные арены, интересные комбинации умений. Все это тут в наличии. Управление не просто удобно, оно изначально сделано так, чтобы игрок мог наиболее эффективно действовать в битве. У каждого персонажа есть свой набор из семи умений, включающий шесть обычных и один суперудар. Он открывается лишь после того, как наполнится панель энергии, которая растет по мере того, как мы отвешиваем противникам тумаков. Движение изначально назначено на WSAD, а все умения — на клавиши вокруг. Если играть один на один, то тут действительно важны лишь скорость реакции и уровень владения классом. Но если уж работаешь в команде, будь готов учиться кооперации и умирать, умирать, умирать. Скорость боя такова, что рано или поздно на ум приходит очень верная ассоциация — это Quake 3. В сказочном сеттинге и с видом сверху. Правда, на начальных уровнях бои сильно уступают динамичности тому же Dark Spore, но это не делает их менее захватывающими. Наоборот, хочется совершенствоваться, выдумывать новое сочетание умений и пробовать себя в различных группах, потому что состав их здесь тоже очень важен. На выбор есть четыре класса — танк, боец ближнего боя, боец дальнего боя, лекарь-маг. Внутри каждого класса на выбор дают по пять персонажей, исключение составляют рукопашники, их шесть. Но тут есть свои подводные камни, даже при том, что сервера сейчас забиты под завязку, найти достойных компаньонов крайне сложно. Во-первых, каждый игрок может создать свою сессию, выбрать карту и ждать, пока к нему присоединятся более ленивые собратья. Однако при том же поиск групп каждый раз выдает какие-то странные результаты. К тому же, пока они не сортируются ни по одному признаку. Но это еще полбеды. Главная проблема — боты, которые лезут в бой, чтобы заполнить пустующие места. Понятно, что в игре, где важны умения пользователей и командное взаимодействие, наличие в группе болванчика, управляемого компьютером, автоматически означает проигрыш. Кроме этого, для участия в битве каждый игрок должен дать целых три подтверждения своей готовности. Все это в совокупности делает поиск группы занятий непростительно долгим для такой популярной игры. Хотя надо отдать должное, на моих глазах ни один игрок еще не вылетал в разгар боя. К тому же, это все-таки бета-версия. На десерт у нас сегодня особая игра. Если слово «спрайт» ассоциируется у вас только с напитком, а графика оценивается только по количеству полигонов и качеству текстур, то смело можете проматывать этот обзор. Но я все-таки надеюсь, что все знают те игры, о которых я буду говорить. Итак, вы когда-нибудь думали, что будет, если скрестить Golden Axe или Battle Tots Diablo? А если еще сверху насыпать немножко Street Fighter? Это не риторический вопрос. И столь знаменитые игры названы не случайно, потому что речь о Dungeon Fighter Online. По механике это типичная корейская ММУ. Здесь и полдюжины классов, и подклассы, и перерождение на определенных уровнях. В наличии необъятная куча оружия и различных предметов для кастомизации персонажа. Но игровой процесс... В общем, мы не соврали. Вы носитесь по подземельям и выкашиваете толпы монстров двумя-тремя нажатиями клавиш. С врагов падают различные вещи, которые делятся по качеству. От нишего до эпического. Все это можно надеть, продать торговцу или выставить на аукцион. А потом снова в бой. Все действие, происходящее на экране, легко укладывается в определение горизонтальной битэмап. Проще говоря, убей их всех в 2D. Несмотря на то, что последние крупные проекты такого жанра выходили аж в 90-х годах, играть невероятно интересно. Лихой ветер необузданного действия захватывает, и даже не замечаешь, как пролетают несколько часов. А уж в групповой игре все ощущения умножаются на количество соратников. Кроме того, у каждого подземелья есть 4 уровня сложности. Попасть на высший уровень можно лишь после прохождения предыдущего. Само собой, с каждым следующим этапом монстры становятся круче, а трофеи богаче. К сожалению, любители замесить ближнего своего, игра это больше корпоративно. Никаких массовых зарубов здесь нет. Сражение между игроками происходит на специальной арене, так что особо не разгуляешься. Что не мешает игрокам и администрации регулярно проводить подобные турниры. В общем, это невероятно популярная игра с динамичным игровым процессом, приятной графикой и минимальными системными требованиями. То есть, да-да, вы правильно поняли, ее можно запускать на коммуникаторах и прочих портативных устройствах, которые поддерживают браузы. Идеально, чтобы выпустить пар, стоя в пробке или толкаясь в метро. Игра бесплатна, но с игровым магазином, в котором продаются в основном различные костюмы. Однако спешим поделиться с вами одной неприятной новостью. Игра, как и все остальные от Никсон, запускается только через браузер и пускает только игроков с IP США или Канады. Поэтому, чтобы поиграть в это чудо, придется раскошелиться на американский прокси-сервер. Впрочем, это не дороже подписки на любой другой онлайн-проект. Скажу вам по секрету, Dungeon Fighter Online стоит того, чтобы на него взглянуть хотя бы одним глазком. Правда, тех, кто в онлайновых играх прежде всего ценит красивую графику и масштабные осады, это не касается. На этом все. Спасибо за внимание. С вами была Женя и мои буфера. Субтитры создавал DimaTorzok